Продолжение следует... Братья мои, с предлогами могут возникнуть следующие проблемы. Я хочу дать вам совет, чтобы вы этих проблем могли избежать. Во-первых, не путайте предлоги с и из. Путаница с этими предлогами происходит из-за так называемого одесского жаргона. Мы часто говорим о том, что я приехал с Ленинграда, я звоню с Москвы и так далее. Нормативным будет здесь употребление предлога из. Путаницу эту остроумно обыграл Сергей Довлатов в одном из рассказов, напечатанном в книге «Компромисс». Я хочу прямо его зачитать. Судьба Боковера довольно любопытна. Он был младшим сыном ревельского фабриканта, окончил Кембридж, затем буржуазная Эстония пала. Как прогрессивно мыслящий еврей, Фима был за революцию. Поступил в иностранный отдел республиканской газеты, пригодилось знание языков. И вот ему дали ответственное поручение – позвонить Димитрову в Болгарию, заказать поздравление к юбилею Эстонской Советской Республики. Боковер позвонил в Софию, трубку взял секретарь Димитрова. «Говорят, Сталина!» – заявил Боковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. «Говорят, Сталина!» – произнес он. В ответ прозвучало. «Дорогой товарищ Сталин, свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать. Я не Сталин, – добродушно исправился Боковер. Я Боковер. А звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление. Буквально пару слов. «Через 40 минут Боковера арестовали за кощунственное сопоставление, заглумление над святыней, за идиотизм». Как видите, путаница в использовании предлогов «с» и «из» может привести к весьма печальным последствиям. Далее. Предлог «согласно» требует слово в дательном падеже. Часто спрашивают «согласно указу» или «согласно указу». Правильный второй вариант. «Согласно указу». Не путайте предлоги «за» и «о». Здесь тоже можно говорить о сильном влиянии украинского языка на русский. К сожалению, даже считающие себя русскими, часто говорят «давай порассуждаем за церковь». Это украинизм. Правильным вариантом будет «давай порассуждаем о церкви». То же самое касается выражений, говорящих о молитве. Неправильно будет говорить «я помолюсь за тебя». Это украинизм. Это влияние украинского языка. В русском языке нормативным будет форма «я помолюсь о тебе». Помните о многозначности предлога «за». Особенно, когда вы проповедуете. Помнится, в моем родном городе Тольятти была такая газета. Она называлась «За коммунизм». И мы часто думали о том, что же означает это название. Предлог «за» может употребляться в значении «в поддержку», голосуя за коммунизм. Может употребляться в значении «направление движения», типа «за коммунизм». То есть, коммунизм какая-то промежуточная стадия, а мы идем за него, оставляя его позади. Так вот, многозначность предлога «за» вредит нам, когда мы употребляем фразы типа «Христос умер за нас». В сознании обывателя подобная фраза ассоциируется с советскими лозунгами «умрем за Родину, за Сталина». И совершенно упускается значение «вместо», заместительное значение жертвы Христа. Если вы говорите, что «Христос умер за нас», слушатель может решить, что Христос пострадал на кресте в знак солидарности. Или в знак протеста за какую-то идею. На самом деле, лучше здесь употреблять предлог «вместо», для того, чтобы указать на значение заместительной жертвы Христа. Не путайте предлоги «в» и «на». Здесь тоже стоит говорить о влиянии украинского языка на русский. Большинство моих начальников всю жизнь были украинцами. И поэтому я от них слышал такие дикие фразы типа «надо сходить на палатку». Для русского человека фраза звучит диковато и даже не совсем прилично. Всего лишь имелось в виду, что нужно сходить в палатку, в храм-палатку. Я даже слышал выражение типа «а пастора? Нет, пастор на доме молитва». И сразу в сознании русского человека рисуется картина, что пастор зачем-то залез на крышу дома молитвы. Хотя всего лишь имелось в виду, что пастор находится внутри дома молитвы. В связи с этим как раз можно поговорить о давнем споре, как правильно, в Украину или на Украину. И, соответственно, с Украины или из Украины. Но по поводу «с» и «из» мы уже говорили. А вот «в» и «на» здесь есть сложность. Украина, конечно, требует, чтобы мы ввели в русский язык новое правило. Для того, чтобы украинцы могли избежать неприятных ассоциаций. Ну, якобы связанных со словом «окраина». Типа «Украина» была когда-то окраиной. На самом деле, происхождение топонима «Украина» довольно спорное. Но даже не в этом дело. Употребление предлогов «в» и «на» в русском языке закреплено традицией. Традицию поменять быстро в угоду каким-то политическим требованиям невозможно. К сожалению, для украинцев мы должны признать, что нормативным в данном случае является предлог «на». Правильно по-русски говорить «на» Украину. Действительно, здесь традиция. По-русски мы говорим «в школе», «в аптеке», «в отделе», но на заводе, на почте, на курорте. Здесь нет правил, есть традиция. Традицию же поменять очень и очень сложно. Вполне возможно, что с течением времени, если политическая ситуация будет оставаться примерно такой же, какова она сейчас, в русском языке тоже произойдут естественные изменения. Но требовать их проведения искусственным образом, ну, как бы, нелогично. Вот, что еще можно сказать по поводу предлогов. Предлог по требует местоимения первого и второго лица в предложном падеже, но местоимение третьего лица в дательном падеже. Это касается таких выражений, как «скучаю по вам» или «по вас». Как правильно. Предлог по, как я уже сказал, при местоимениях первого и второго лица требует все же предложного падежа. Правильно будет «по вас» «скучаю я» или «грущу по вас». Однако, такая форма считается устаревающей, и в некоторых современных словарях уже появляется как равновозможный вариант с использованием дательного падежа. То есть, «по вам» вроде бы тоже можно. Ну, я уж не говорю, что на самом деле лучше по-русски не «по вас», а «о вас», потому что «по вас» действительно как бы просторечно. Но, тем не менее, все же в большинстве консервативных изданий пока еще нормативным принят предложный падеж. Но, что касается местоимений третьего лица, то, конечно, они требуют дательного падежа. Например, «открыть огонь по нему». Мы не можем сказать «открыть огонь по нем», хотя еще в XIX веке такая форма использовалась. Но, вот, в третьем лице дательный падеж уже узаконен. Ну, и, конечно же, в таких фразах, как типа «стреляют по своим», конечно, невозможно использование предложного падежа. «Стреляют по своих», так не говорят по-русски. Вот эту информацию, касающуюся правильного употребления предлогов, я считаю нужным также донести до вас, братья мои. А мы с вами должны двигаться дальше. В следующей лекции мы перейдем к такому понятию, как содержательность речи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok